В дни Великого Поста хочу поделиться на канале Мамины Советы своим любимым рецептом супа из чечевицы. Эти бобовые богаты белками и витаминами, поэтому блюда из чечевицы не только очень вкусные, но питательные и полезные. Для меня этот суп палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное для всей семьи. К тому же очень бюджетно. Готовится суп просто и быстро. Его можно хранить в холодильнике несколько дней, а компоненты всегда под рукой у любой хозяйки. Вот мой стратегический запас в 5 кг чечевички для Великого Поста. Супчик из нее такой вкусный получается, что, боюсь, даже этого количества будет мало. Выбирайте чечевицу оранжевую, она быстро готовится. На кастрюлю в 2 литра берем 400 г чечевицы, 2 средние моркови, 2 луковки. У меня сладкий крымский, вот такая вот лепешка в этом блюде, он идеален. И масло для жарки. Если сейчас не пост, то можно взять напополам со сливочным маслом. Из приправ только острый красный перец и зира, кумены и соль по вкусу. Это не борщ, и с приправами тут лучше не переборщить. Сперва промоем немного чечевицу. До прозрачной воды не надо. И зальем холодной водой, пусть купается. На ночь замачивать оранжевую чечевицу не надо, она очень быстро варится. Нарезаем лук не очень крупно, можно особо ровно не стараться, ведь все равно превратится в пюре. Можно взять лук белый или желтый, обычный. Морковь натираем на крупной терке, можно просто мелко порезать. В разогретое растительное масло в сотейнике выкладываем нарезанный лук и обжариваем до легкого зарумянивания. Выкладываем морковь и пассеруем на среднем огне минут 10-15. Добавляем приправы. Количество зависит от ваших предпочтений. Можно сделать суп поострее за счет красного перца. Обжариваем еще минутку. Вы сами почувствуете, насколько специи раскроют свой аромат. Затем добавляем чечевицу. Все хорошо перемешиваем, солим и заливаем кипятком. Доводим до кипения и томим под крышкой еще 20 минут на медленном огне. Если вдруг у вас чечевица не оранжевая и долго разваривается, то такой сорт лучше замочить предварительно на несколько часов и варить суп уже до готовности. Затем погружным блендером превращаем суп в пюре. Никакой муки, крахмала для загустения не надо. По желанию можно пожарить гренки из батона на растительном масле. Вот так все просто и быстро. Не более получаса на приготовление шикарного супа пюре из чечевицы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Остались вопросы, задавайте их в комментариях. И подписывайтесь на канал Мамины Советы, где я делюсь своими самыми любимыми рецептами. Продолжение следует...